Всем привет! 34-й урок. Погнали! Итак, сегодня мы разберем союзы while, потому что idem, так как. На самом деле, значение у них полностью синонимичное, то есть вы можете выбрать и использовать любой союз. Но используются они в языке по-разному. Итак, начнем с союза while, потому что, во-первых, он, на мой взгляд, чаще употребляется, во-вторых, потому что он чуточку сложнее. Смотрим, например, и разбираем предложение. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren will. Я учу немецкий, потому что я хочу в Германии учиться. Если мы возьмем обычное предложение, ich will in Deutschland studieren, то в данном случае will ушло в конец. Еще один пример. Ich bin froh, weil ich ein neues Auto gekauft habe. Я доволен, потому что я купил новую машину. То же самое, обычное предложение в Perfekte. Ich habe ein neues Auto gekauft. В данном случае просто глагол habe ушел в конец. Weil ich ein neues Auto gekauft habe. Теперь давайте попробуем сказать те же самые предложения с союзом den. Ich lerne Deutsch, denn ich will in Deutschland studieren. Я учу немецкий, так как я хочу учиться в Германии. Прямой порядок слов. И, внимание, den стоит на нулевом месте, а не на первом. То есть, den нулевое место, потом ich will. Первое, второе. Второй пример. Ich bin froh, denn ich habe ein neues Auto gekauft. Все то же самое. Ну и чтобы в конце разбавить этот короткий и несложный урок, расскажу один интересный момент. Дело в том, что сами немцы в разговорной речи, это правило с переходом глагола со второго места в конец, практически не употребляют. И то и дело можно слышать немцев, причем не только детей или не только каких-нибудь неграмотных немцев, а самых нормальных, не знаю, преподавателей в университете, которые в обычной речи говорят Ich lerne Deutsch, weil ich will in Deutschland studieren. И это, конечно же, абсолютно неверно. И любой преподаватель в любом тесте поставит вам это как ошибку. Но тенденция такая, что немцы в разговорной речи это правило не употребляют. Я же, проделав тысячу упражнений на данную тему и готовясь к самым разным экзаменам, начиная от B2, C1 и заканчивая каким-нибудь еще ЕГЭ в школе. Настолько к этому привык, что сейчас, когда я говорю с немцами, мне иногда просто они говорят, ты говоришь слишком правильно на немецком. Что? Слишком правильно? Неважно. Тем не менее, я зато знаю именно где и как надо писать. Немцы же сами грамотные в письменной речи это обязательно соблюдают. В устной же это правило постепенно как-то даже вымирает, можно сказать. И напоследок еще один маленький совет. На мой взгляд, лучше всего сразу выбрать один из этих двух союзов. И всегда в устной речи употреблять именно его. Потому что на самом деле в голове часто путается. На первом этапе изучения, я помню, у меня такое лет 10 назад было, и хотелось то после D глагол в конец поставить, то после WILE сказать прямой порядок слов. Для меня таким союзом стало WILE, потому что после большинства союзов глагол именно должен уходить в конец. Как, например, после популярного союза DAS, что. И таким образом я уже привык, что глагол всегда в конце. У меня это уже просто как рефлекс. И то же самое советую сделать и вам. На этом на сегодня все. Подписываемся на канал, ставим лайк. Пока!